В Кузнецке остро стоит проблема переселения граждан из ветхого аварийного жилья. И людей, обращающихся за помощью в решении жилищных вопросов, не становится меньше. Дом 213 по улице Ленина, в котором проживает Татьяна Павлова, признан аварийным на 80%. Когда будет проводиться расселение и как формируется очередность, с этими вопросами Кузнечанка обратилась к мэру города. С 2007 года мы входим по своему дому, Ленина, 213 адрес. Ходили сначала просто по ремонту, потом по капитальному ремонту. Сейчас мы входим. Аварийность. Дом наш был признан, он уже нами трижды аварийным. Сегодня выделены денежные средства на 2012 год. Пока на расселение четырех... Восьми квартир. А, восьми квартир в двухэтажном доме. Пока денежные средства больше не выделены. Программа, работа программ продана до 2015 года. Сейчас рассматривается законопроект до 2020 года. 4700 миллионов рублей на 2012 год. Это позволяет нам расселить, значит, восемь квартир. За помощью в решении жилищного вопроса к местным чиновникам обратилась и вдова ветерана Великой Отечественной войны Прасковья Грачева. Частный дом, в котором она проживает, признан аварийным и непригодным для проживания. 80% утопления у меня вообще не годится. Я замерзаю. Я сплю одевшую. И когда квартиру дадут, не знаю. Может быть, вы подскажете, когда. Отчасти, может быть, где-то и вы вовремя с родственниками не позанимались, потому что если бы сделали там в прошлом году, получили бы, позапрошлом там, получили бы в 2011 году, да, обследование. Нужно было обследование. Без документов кто вам даст? Нужно было понимать то, что, значит, дом аварийный. То есть, по сути дела, у вас нет жилой площади. Сейчас документы вы все собрали, подготовили. Значит, они отправлены дальше, значит, по инстанциям. Запросили денежные средства. И как будут приходить, значит, сертификат вы свой получите. Для жителей дома 105 по улице Белинского наболевшим остается вопрос, касающийся жилищно-коммунального хозяйства. До сих пор у них нет на руках договора с управляющей компанией ООО «Домострой». Не могут они получить и отчет от руководителя, на что из расходного средства, которое они ежемесячно платят за техобслуживание. У нас нет дворника. Почему? Вообще нет. Вот его надо спрашивать. То есть, вообще не чистят, да? Ничего. Мы в пятом подъезде, сейчас скажу, мы пенсионеры, выходим, лопату железную, лопату деревянную, веник, колем, подметаем. Все. Это наш пятый подъезд. Галина Семеновна, прямо по пунктам, а в принципе, оно касается, оно все одного и того же, элементарно все бросится. То есть, управляющая компания не работает с вами. Элементарно даже нет дворника. Поэтому сейчас, понятно, значит, потому что вы просите, требуете того, что он должен вам дать, а он не хочет. Вот и все. Поэтому мы с ним проведем работу. Выйдет управляющая компания, обязательно с вами встретится, значит, и мы идем там в порядок. Наводить порядок в городе, отстаивать интересы кузнечан представителям местной власти приходится ежедневно. Претензий есть, вопросов много, но все они решаемы, так как не остаются без внимания и контроля за их выполнением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова